У меня зрители. Простите, что у меня видео долго не выходили, потому что... Это всё, сциллограф виноват. Если без шуток, то я уже грёбаную неделю, понимаете? Я уже больше грёбаной недели, чем этот суховый кусок говна. Заменила высоковольтный блок. И вроде бы всё стало хорошо. Оказалось, сухие электролиты. Блоки питания заменила сухие электролиты. До этого ещё и заменила трансформатор блока питания. Казалось бы, всё хорошо, и уже только заменила электролиты. Внезапно перестала работать. Шаркость перестала нормально регулироваться. Вот вам, короче, свет в конце туннеля. А ладно, сейчас расскажу о свете в конце туннеля. И вообще свет нам все надо, особенно когда у тебя в комнате не хватает освещенности, а ты сидишь снимаешь видео. Мяу, зрители, сейчас я вам расскажу о том, как собрать вообще-вообще очень дешёвый, бюджетный, буквально из подручных средств, только вам понадобится всё-таки два светодиода. И желательно не китайских, а нормальных. Очень бюджетный светитель, при том компактный, яркий и с возможностью вот так вот удобно держать ручкой и не сбивать людей, и с возможностью установки на штатив. А ещё здесь система охлаждения. Вентилятор с схемой управления, которая будет включать его только при необходимости и отключать, когда всё будет полностью охлажденную. Так, давайте расскажу до начала историю. Буквально полтора недели назад я ещё болела, плохо себя чувствовала и лежала в постели. Когда я лежала в постели, то, чтобы мне было не скучно, я читала книгу. Искусство электроники, которое почему-то в российском переводе называется искусство схемотехники. Локализаторы локализировали. Локализаторы локализировали? Локализировали? Да не вы локализировали. Мне рядом с кроватью. В общем, нет никаких ни трошеров, ни бра. А использовать люстру, которая не даёт достаточно света, не вариант. В общем, я попыталась взять светодиодный фонарик, но маловато света. А ранее с Алиэкспресса я заказала два дешёвых светодиода. Один там 20 с чем-то рублей, второй там 30 с чем-то холоднее и теплее. Хотела их применить, чтобы светлая температура была такая, как я хочу. Ну, взяла, взяла, нашла ещё вот этот вот пулер от процессора. С 478-го, кажись, сокета, там ещё такое крепление с пластмассками дебильными. Ну, прикрутила на радиатор. И она себе лежала, потому что я была занята чем-то другим. А тут как встала проблема с освещением, то я пошла буквально за одну ночь, придумала схему, которая в итоге с некоторыми доработками работает и сейчас. Там, где светодиоды, я возьму одну половинку для примера. Смотрите. Р1 ограничивает ток, который светодиод может скушать вообще. Витти 1, N-канальный MOSFET транзистор, он уже работает в вот этих вот рамках, которые задаются резистором Р1. По формуле вы можете всё посчитать. Ещё здесь надо будет писать формулу по расчёту рассеиваемой мощности тока, ограничивающего резистора, потому что он всё-таки греется. Р1, токоограничивающий резистор, уже ограничил ток, задал максимальный ток, который может быть. При помощи транзистора Витти 1 мы этот ток подстраиваем. Мы этот ток подстраиваем за счёт изменения напряжения на затворе транзистора. Напряжение изменяется при помощи делителя напряжения с изменяемым резистором в верхнем плече. То есть у нас Р5, как видите по схеме, это потенциометр на 100 кОм. 100 кОм и 10 кОм образуют делительное напряжение коэффициентом в 10. Коэффициент меняется в зависимости от положения ручки потенциометра. При коэффициенте деления 10 у нас получается при питании в 12 Вольт 1,2 Вольта на затворе. Конечно, здесь у нас диод, о нём позже. Ещё надо учитывать падение на диоде, если он используется. Получается, что при напряжении 1,2 Вольта транзистор будет закрыт, так как выбранный мной транзистор имеет пороговое напряжение открытия в 1,5 Вольта. А значит, что он будет закрыт. Конечно, при большем напряжении он будет, возможно, приоткрыт. То есть здесь надо учитывать, на каком напряжении схема будет работать. О том, почему я не использовал ашемерскую чуть позже. Теперь о том, зачем нужен вот этот вот диод. Если бы я собирал вот эту схему без диодов VD1 и VD2, то потенциометры R5 и R6, которые... Потенциометры, их можно, с учётом того, что они соединяются в одной точке, их можно эквивалентно представить как один потенциометр. То есть как один потенциометр, это, условно говоря, его можно представить как два резистора между подвижным контактом и между краем, собственно, сопротивления. А если у нас два потенциометра, и они в одной точке соединяются, то наблюдается некий эффект баланса. Как только я в одной части схемы, в одной половинке яркость чуть увеличивала, в другой яркость уменьшалась, ибо падение напряжения менялось. Поэтому, чтобы такой парности не было, я использовал диодную развязку. Теперь по вентилятору. Ну, схема управления вентилятором рассчитана... Да, как рассчитана? Она просто от балды придумана. Изначально там стоял КТ-815, но я сейчас светскую сеть не уменьшиваю, поэтому пусть светкие транзисторы себе будут. Применила я импортное подобие КТ-815, тоже NPM биполярный транзистор. Смотрите, напряжение на эмиттере транзистора меняется в зависимости от того, что у него на базе. А на базе у него, опять-таки, делитель напряжения, где в верхнем ключе стоит термистор, или в резистор с негативным температурным коэффициентом сопротивления. И чем больше резистор нагревается, а... терморезистор... Чем больше терморезистор нагревается, он смонтирован вот здесь рядом со светодиодами, тем больше напряжение из линии питания приходит на базу. Кстати, здесь, опять-таки, стоит диод. Он, в принципе, здесь особо и не нужен. Но как дополнительная мера защиты от помехи, на базу для некоторых гистерезиса порога срабатывания цепь R9-R7. R9-р9 постоянный резистор, R7 подстроечный. Что позволяет изменять начальную температуру. То есть у нас транзистор в любом случае приоткрыт, но мы можем изменять температуру, при которой будет срабатывать вентилятор, простите, при которой будет вентилятор начинать крутиться. И самый последний пункт, это после того, как пленка и керамика не сработали на 100 амфараде, просто взяла электролит 16 вольт 1000 мкф и всунула его. Да, конечно, вариант не идеальный, но... Кстати, что там на камеру? Но все помехи от вентилятора ушли. Кстати, интересно будет на камере посмотреть, будут ли видны помехи. Ибо не должно. Я писала пост ВКонтакте, о том, как это работает. И вы можете пройти по ссылке, посмотреть крупные планы, то есть фотографии всего этого дела и почитать что-нибудь еще, если я что-нибудь забыла сказать. Какие еще особенности? На цветодиотике, там, где у них пластмассовая часть, уже на суперклей, ранее на лак для ногтей. Вот сейчас буквально переклеила прозрачный кусочек пластика для того, чтобы на силиконовые линзы пылинки не попадали, чтобы не оскорблять мои эстетические чувства. В высоковольтной сумочке я пожертвовала алюминиевую планочку с резьбой, при помощи которой можно установить на штатив. И здесь ремонтируются потенциометры. Потенциометры у меня голимые светские, потому что современных с нужными характеристиками не нашлось. Или по конструктивному исполнению, или по номиналу не подходили. И вот такая вот ручка, как раз под мои четыре пальчика. Здесь, да, четыре пальчика, плюс небольшой запас. Смонтированная на саморезах по металлу. Буквально такая полоска стали, изогнутая, с тормоусадкой. Сам отдельный кисосвет всем вам говорит привет. Вот только один фатальный недостаток, так называемый, что нельзя одной рукой и держать, и регулировать яркость. Хоть и тельно, хоть и, хоть и, хоть... нет, не получается. Сейчас у меня включены в комнате две компактных люминесцентных лампы на 26 Ватт, если не ошибаюсь. Нет, одна чуть меньше. Есть некоторые потери на плафонах. Здесь 100 Ваттная лампа накаливания. Так, ну что, установила? Установила. Как видите, все это запитано от аккумулятора, что я уже показывала. И теперь выключу. Сейчас вот эту еще выключу. Настало время удивительных историй. Это я регулирую один светодиод. Теперь добавим теплую. Здесь на максимум. Здесь у нас получается 20 светодиодных Ватт. Если я не поленюсь, то я добавлю ссылку на вот эти китайские светодиоды. Скажу сразу. При помощи некоторой матери я смотрела на спектр. У них спектр не очень полноценный, но для их стоимости вполне-таки неплохой. Так, это Максы. Без заголимых светских трансометров плавности добиться не получается. И вот теперь когда все прогрелось, сейчас будет раскручиваться вентилятор. Из-за нагрева вентилятор включился. Еще несколько моментов по конструктиве. Кабли я использовала с сечением аж целый миллиметр. Просто потому, что такой хороший кабель у меня подвернулся под рукой. Вот эти вот штекера, которые типа бананы. У меня советские. Потому, что современные китайские полные фуфло. где взять современные, но не китайские, я не знаю. Вентилятор, который на защелках ставится в радиатор, надо дополнительно зафиксировать на случай, если оно будет падать, чтобы не расщелкивалось. И теперь при таком вот свете настало время удивительных историй все-таки. Теперь расскажу вам, почему я не применила ШИМ. По той простой причине, что если делать ШИМ, то делать его надо высокочастотным. Вы можете удивиться, когда прочтете, на каких частотах работает светодиодная подсветка в ваших мониторах. Но мой перфекционизм это мой перфекционизм. И то, что видит глаз, это одно, а то, что видят камеры, это другое. Поэтому я хотел бы реализовать ШИМ, но по высокочастотной. Для этого можно применить парочку дохлых видеокарт или материнок, найти там контроллеры, ШИМ-контроллеры, которые умеют 400 кГц выдавать. Я даже знаю парочку моделей таких. А там же вот тут всякие плевики. Казалось бы, все просто. Конечно, просто. Если у вас есть лазерный принтер, и вы можете напечатать платы. Но как вы знаете, лазерный принтер нормальный у меня до сих пор не куплен. Тот, что есть, годится только на распечатку текстов и схем. Поэтому изготовить плату я пока что не могу. А делать на макетках или навесом вообще не вариант. Именно поэтому, чтобы что-нибудь сделать, но не попасть под паралич перфекциониста, если вы знаете, что это такое, я применила полевые транзисторы с большим запасом, чтобы они вообще не врялись. Пока зрители. Субтитры создавал DimaTorzok